Работу Ленинской ветки метро корректировали уже несколько раз. По выходным и даже в середине недели после 10 вечера до студенческой площади Маркса поезда не ходили. Все это из-за строительства новой станции у Ледовой арены. На спортивной начали бетонировать платформы. Когда вынужденные перерывы в работе подземки закончатся и что будет с истеклением галереи, рассказал директор предприятия Метромир. Чем отличается станция спортивная от всех остальных, даже от речного вокзала? Станция у нас здесь с боковыми посадочными платформами уникальностью отличается от речного вокзала в следующем, что внутрь станции встроен практически холодный сердечек в виде участка эстакады. Станция сама отапливаемая, с круглосуточными положительными температурами от 12 до 18 градусов тепла, а эстакадная часть у нас вся неотапливаемая. То есть у них расчетная температура самого холодной пятидневки зимой минус 39 градусов. Подобных станций сегодня и в условиях строительства таких станций, и в условиях конструктивных решений в таких станциях сегодня аналогов в принципе нет. Самое, наверное, интересное технологическое решение для новосибирских пользователей метрополитена – это двери на станции, которые будут открываться параллельно с дверьми поезда. Действительно, это новшество, которое в новосибирском метрополитене еще до сих пор не применялось, его не было нигде. Они являются отсекающими перегородками именно охолодной зоны, там, где у нас находится путь, от зоны движения поездов, от платформной части, где находятся пассажиры. Это первая и основная сдача этих отсекающих перегородок. И вторая часть – это связанная с обеспечением безопасности. Для того, чтобы в пиковую нагрузку в условиях массового скопления людей, чтобы у нас открытых краев платформ не было. Раз уж речь зашла о платформе, как раз сейчас идет ее создание. Когда же мы увидим платформы в привычных их очертаниях? Платформенные участки, открытые участки будут сформированы у нас до конца сентября месяца. То есть они начинаются, эта заливка платформенных участков производится в ночное время. Это связано с тем, что у нас движение поездов на линии, вешной вокзал студенческий не приостанавливается, работа везет только в окна. И в конце сентября начинается уже монтаж, будет, так называемых, этих перегородок, отсекающих перегородок со звездными дверями. Монтаж перегородок закончится в конце октября, в начале ноября. Сейчас многие пассажиры, проезжая по галерее метромоста, смотрят в окна и пытаются разглядеть, что же происходит на этой главной строительной площадке Новосибирска. Но, к сожалению, часть остекления галереи заменена металлическими щитами. Будет ли ремонт? Мы сможем увидеть все-таки красоту этого места. По галерейной части сегодня разорвалась рабочая документация, она пройдет по титулу ремонта. В чем будет заключаться? Будет полностью замена боковая облицовка, будет изменено конструктивное решение. Будет сплошная линейка стекла, которая будет на уровне как раз окон вагонов. И, так сказать, люди, которые проезжать сегодня будут по галерее, будут полностью видеть все и площадку благоустройства, и саму ледовую арену, и всю площадку благоустройства, которая примыкает станции метро спортивное. В том числе и парковая зона, которая формируется сегодня на прибрежной части. Продолжение следует...